Приветствую всех уважаемых зрителей, гостей, подписчиков моего канала. С вами Черный Металл, и это будет обзор на игру, ну и рассказ. Не сказать, это будет скорее всего рассказ по игре Boss Construction. Ах, в игре есть определенная проблема, сразу говорю, это управление. Управление здесь, ну как сказать управление, здесь корабль вас заносит. То есть здесь есть физика. Хотите реалистичную физику, пожалуйста, получите, распишитесь. Но с этой физикой также получаете абсолютный геморрой с управлением. Настолько геморройный и настолько ужасный, что я даже сделать не знаю что. Как видите, я пытаюсь стрелять вперед, и вот ночник стоит. Я не знаю, что здесь делать, если честно. Да, корабли Ту-5. Я, честно говоря, даже тут не понимаю, как можно нормально поиграть. Вот видишь, хочу стрелять в ящик, вон куда заворачиваю. Вот вам и ответ. В общем-то, давай я расскажу немножко об игре. Игра сделана первоклассно, честно вам скажу, если мне это дебильное управление. Я джойстик даже подключал джойстиком, то же самое, что и на клавиатуре. Управление здесь, оно вас да, корабль вас заносит. Ему нужно тормозить период Z. Любители, кто хочет поиграть именно с более-менее реалистичным управлением, пожалуйста, вам сюда. Я бы с удовольствием посмотрел на людей, которые будут тут играть. С этим реалистичным управлением, которые все так многие в стиме просят, я смотрю. Я лично не знаю, как с этим управляться, как с этим разбираться, как тут вообще управлять. Я игры сейчас играю подобного жанра довольно-таки много. У меня аж пять штук на канале практически одновременно идёт. Я в них кто в одну поиграю, то во вторую, то в третью. Ну, не... Да, в них есть, конечно, геморрор определенных в управлении. Но тут это просто какой-то чистый звездец. Объясняю вкратце. У вас есть карта галактики. Вы её можете создавать сами. На карте галактики вы летаете вот по таким секторам. Это всё захвачено неким, не знаю, искусственным интеллектом, пусть будет, где вам надо эти сектора потом отбивать, освобождать. Здесь на каждом секторе есть свой определённый босс. Убивая воргов, вы получаете определённые исследования. Насколько я понял, здесь даже можно строить станции и вроде как захватывать сектор самому. В общем, игра обалденная. Задумка игры просто реально шикарная. Но! Во-первых, когда вы начинаете новую игру, и новую, создаёте галактику, вы должны учесть то, что в обандовых опциях это вот Старс, ну, точнее, не Старс, а... Сектор... Вот. Вот насколько я... Так, сектор контролёв. Нет, это не то. Твое рейс, нет. Галакси. Шрайп, рот, да. Вот, вроде вот это вот. Вот, в общем-то, вам надо поставить, чтобы от каждой звезды, вот это минимум на троечку поставить, так сказать. В общем, почему? В этой игре, когда вы создаёте новый мир, есть одна большая проблема. Если вы поставите этот параметр на самый низкий, сейчас точно скажу, это форма галактики, а у нас распределение звёзд и тут... Сейчас, сейчас, сейчас система контроля. А вот, переходы между звёздами, это вторая после... Вот это вот ерунды, сейчас покажу конкретнее. Вот она. Это переходы между звёздами, вам надо поставить минимум сюда, потому что зачастую из 15 запусков этой игры у меня только на пяти были вообще хоть какие-то переходы, потому что там я дальше просто в определённом секторе начинал, можете посмотреть в первом взгляде, никуда не мог двинуться. В игре вы собираетесь себе модульный корабль. Это, честно говоря, сделано обалденно. То есть вы исследуете новые технологии, с помощью новых технологий вы, как говорится, себе можете более крутой корабль собрать, более совершенный, можете двигатели поставить, можете собрать практически абсолютно любой корабль. В принципе, всё сделано довольно-таки здорово. Модулей здесь довольно много. То есть можете собирать практически всё, что угодно. Здесь более 60 модулей, вы с этими модулями будете, так сказать, развлекаться. Ставите солнечные панели различного вида вооружения, различного вида щиты. Здесь, друзья мои, есть много чего. Украшения даже можно поставить, табличку с надписью, чего у вас за корабль. Дофига реально всего. Но, я говорю, я не разобрался в управлении. Возможно, вам это управление покатит. Я не знаю, есть ли для этой игры демо. Давай посмотрю сейчас. Так, страница в магазине. Нет, демо я не вижу. В общем-то, объясняю друзьям вкратце. Если вам нравится управление, где ваш корабль заносит. То есть, вот как вот я стрелял, это я пытался играть. Если вам нравится более-менее реалистичное управление, то вам сюда. Игра, в принципе, сделана просто идеально, но управление это, я не знаю, я его никак не могу осеять. И, возможно, потом как-нибудь попробую. Но пока для меня это просто непреодлимая вершина. Для меня это слишком большой геморрой. В то время вот исследования можете здесь исследовать. Ну, оно автоматически следует, когда убиваете какого-то определенного противника. В принципе, здесь ничего сложного нет, ничего исследовать не надо. Можете случайно сектора доставить, сектора режима эволюции. И это как вам удобно. Здесь разобраться не так-то сложно. Игра практически полностью на русском. В принципе, играйте, наслаждайтесь. Но я говорю, я не смог потянуть ее. Увы и ах. Это такой будет небольшой обзорчик. К сожалению, больше я обозревать ее не смогу, потому что, ну, друзья мои, еще раз повторюсь, управление здесь меня прибило. Возможно, вам оно понравится. Возможно, вы к нему привыкнете. Я не говорю, что игра плохая. Игра в действительности хорошая. Но управление, которое в этой игре есть, для меня явилась последней точкой перехода. И в эту игру 5 часов отыграл. Я никак не могу разобраться с управлением. Потому что с этими заносами корабля, это для меня просто непостижимо совершенно. Уж извините, что такой скудный обзорчик выйдет. Но вот, как есть, так оно и есть. Всем удачи, всем пока.